Здравствуйте! Сегодня разговор у нас пойдет о растениях, которые растут в самых тенистых уголках сада. Именно зимой мы начинаем уже планировать наш сад и начинаем распределять растения, которые мы посадим в самый тенистый уголок сада. Итак, топ-десятка самых тенистых растений. Ну, наверное, первое, самое почетное место занимает это хоста. Я считаю, что равных хостам нет. Это просто королева сада. Я вам в конце дам ссылочку, и у нас есть ролик о том, как правильно ухаживать за хостой, как ее высаживать, как вырастить ее, что вообще она из себя представляет. Второе почетное место я бы дала остильбе. Остильба тоже необыкновенное растение, которое предпочитает тень, растет прекрасно, особенно если у вас еще влажный грунт. Ну, это будет необыкновенное зрелище. В конце я и про остильбу вам даже ссылку. У нас тоже есть ролик, как правильно ухаживать за остильбой. Дальше следующее почетное место, третье, занимает, наверное, бузульник. Разновидностей бузульников очень много. Есть бузульники, которые традиционные, которые растут в свободной природе, то есть темно-зеленые листья, красивый цветок желтого цвета. А есть уже бузульники, которые вывены искусственным путем с необыкновенно темно-коричневым, даже фактически бордовый листвой, у которого необыкновенные цветоносы желтого цвета. Такие необыкновенные ромашки, которые держатся, ну, на протяжении почти всего месяца. То есть зрелище, конечно, необыкновенное. Бывают разные высоты, где-то 80 сантиметров и более миниатюрные формы. Бузульник – роскошное растение для сада. Еще одно растение, четвертое место, которое занимает – это бадан. Бадан, я считаю, тоже очень уникальный. Во-первых, смотрите, в зиму он уходит зеленый, и из зимы уже выходит опять-таки зеленый. То есть он под снегом не умирает, не сбрасывает лист, он остается зеленым. И еще необыкновенно красивые цветы, но они, знаете, скажем так, очень скромные. Но цветок на самом деле очень незатейливый, но такой милый. И еще одно свойство у бадана есть. У него листья, которые уже становятся темные, коричневые. Считает, что они обладают необыкновенными целебными свойствами. На Тибете, как утверждают тибетские монахи, что заваривают листы бадана в чай, вы будете вечно молодым. Следующий представитель – это, конечно же, папоротник. Цветов он, конечно, не дает. Это точно, как бы мы ни ждали от него. Но необыкновенные листва, разные размеры, разные формы. И самое интересное – необыкновенно яркая цветовая окраска. Вы представляете, этот папоротник, мы привыкли, что они темно-зеленого цвета, ну и все. А сейчас выведены сорта, у которых темно-коричневая, даже серебристая, сиреневая середка и края листых серебряного цвета. Вы представляете, вот такое вот посадить в тенистом уголке? Он же просто будет на себя забирать все внимание. Одно еще из почетных мест занимает клопогон. Клопогон тоже существует нескольких видов. Название у него, конечно, не очень красивое, но поверьте, когда вы его увидите, вы просто в него любитесь. У него настолько ажурные, красивые листва. Где-то в конце лета он выбрасывает еще цветонос, длинную метелку с такими серебристыми цветочками. Ну, зрелище, конечно, впечатляющее. То есть, мимо него пройти равнодушным невозможно. По-другому его можно называть королем. Растет он на одном месте, растет довольно долго и создает красивый-красивый куст. Следующий еще представитель, который тоже не менее красив, это купена. Ну, в наших садах как-то она вот не получила такого большого распространения. Но, тем не менее, купена очень нежные растения. От темно-зеленой раскраски листик. Похож чем-то он на ландыш. И до варегатного листа. То есть, у него зеленый листик по краюшку окормлен белыми полосочками. Создает впечатление очень красиво. И вот эти нежные белые цветочки, похожие на ландыш, по всему стебельку, зрелище очень приятное. Нарастает такая большая красивая кучка, достаточно быстро. То есть, если вам нужно как-то заполнить пространство под плодовыми деревьями, или как-то посадить компаньоны к своим хвойникам, ну, купена заслуживает вашего внимания. Еще один, не менее, любимый представитель – это гейхеры. Ну, гейхеры, наверное, заевали сердце многих-многих садоводов. Количество раскрасок листьев настолько богато. От сиренево-стальных до красных ярких, до зеленых с пятна. Ну, выбор необыкновенный. Размеры тоже от миниатюрных форм до больших, таких вот достаточно высоких форм. И самое интересное, все они, все очень зимостойкие. Очень благодарные растения. Те, которые к себе требуют не так много внимания, а отдача у них просто великолепная. Гейхеры еще и цветут красиво очень. Цветоносы у них достаточно высоко поднимаются над растением и держатся довольно-таки долго. Самое интересное, что еще наши ученые, ботанги, скрестили гейхеру и тиареллу. Тиареллу, это тоже разновидность гейхеры, и получился вообще новый сорт. Гейхереллы, те еще стоечие растения и цветовая гамма у них шире. Обратите внимание на этот цветок. Брунеры или незабудочник, по-другому его называют, тоже. Прямо вставлю около него восклицательный знак. Во-первых, если у вас нужно декорировать какой-то небольшой участочек, то посадите брунеру. Во-первых, она помимо красивых листьев, необыкновенной раскраски, и пестролистных, и зеленой серебристой паутины, ну масса, то есть сортов там тоже достаточно много, так она еще необыкновенно красиво цветет. Маленькими синенькими незабудками. Зрелищь, конечно, очень приятная. Смотрите, настолько она воздушно прекрасна, что оторвать взгляд от нее просто невозможно. Ну и, наверное, самое почетное место из этой десятки занимает представитель теневого сада, который любит расти около болотистых рек, болот, брек. Если вам нужно искусственный водоем украсить, то вот это самое то растение. Называется оно астильбоидес. Самое интересное, что у этого растения примечательно, необыкновенно большие листья. Вы можете представить, что лист может достигать от 80 до 1 метра. Растет он достаточно долго, высокое, но необыкновенно красивое растение. И еще отличительная черта этого растения, что у него, вот не как у растения обычного крепится черенок, да, вот в конце листа, а у него растет из середки, представляете? То есть получается такой зонтик на ножке. Очень красивое растение. Ну вот, наверное, обзор топ самых таких любимых и красивых растений для теневого сада. Оставайтесь с нами, пока! Субтитры создавал DimaTorzok